Здравствуйте, меня зовут Снежана. Я бы хотела задать такой вопрос. У меня всё время проблема. Меня можно обидеть, но моментально обижаюсь. Это что значит? Я раньше сама всех обижала, теперь просто... Эмоции страшно прям выходят сразу же. Мне прям сразу же обидело. Я тебе прямо сейчас сразу же скажу. Да. Я тебе сразу скажу, у тебя очень много внутренней подавленной агрессии. Ты очень добрый человек, но из-за того, что ты всех спасала, и тебе как бы... Тебе никто не сказал спасибо. Я же их спасала, помогала им, я тебе там вот денег занимал, тебе картошку сажал. А от собой, помнишь, мы ездили вот там 9 мая? И, сука, никто не благодарит. И из-за этого, потому что ты ожидала, что тебе скажут спасибо, ты ждала вот эту благодарность, у тебя возникает агрессия. Сначала ты обижаешься, эта обида потом перерастает в агрессию. Агрессию в социуме не проявлять нельзя, потому что, если ты будешь кричать, скажут, ну, дебил точно. И ты ее сдерживаешь, и поэтому, скорее всего, ты скрипишь зубами ночью. Ты у мужа спроси. Скорее всего, это люди, у которых вот здесь все зажато. Вот скулы, потом вот здесь, вот эти дельтовидные мышцы вот тут. И вот здесь вот прям очень сильный спазм. Если вот таким людям вот здесь чуть-чуть надавить, у тебя слезы просто из глаз польются. Потому что боли и агрессии, которые в тебе, у тебя очень много. Ты на кого обиделся, скажи? Да. Вот. Это вот агрессия. Сегодня, когда будем танцевать, просто кричи, ладно? Я буду говорить, ну, кричить, и, в общем, прям просто кричи до иступления. Почему я говорю, в танце, во-первых, непонятно, что происходит, во-вторых, все кричат, ты сам себя не слышишь, и вот в этом иступлении просто вот эти блоки, они потихоньку выходят. Это сравнивать тому, что вот выехать в гору или в степь и просто поорать. Но здесь можно прям до иступления. Потому что, когда ты в степи один, ты думаешь, бля, кто-то подглядывает там. И такой, наверное, хватит уже больше, чем достаточно. Поэтому вот этого не должно быть внутри, и ты выпускай. Если получится сегодня... Короче, смотрите, кто хочет немножко проработаться, просто сегодня дышите. Вдох через нос, выдох через рот, и все, потихоньку. Сильно не надо, тихо-тихо. Вдруг слезы потекут, потом спать захочется. Кому будет охота спать? Спите прямо на стуле, закрывайте глаза, ничего страшного нет.